Отделение в центре города на Партизанском проспекте 28А торжественно открыл глава города Игорь Пушкарев. Вот уже пятое отделение МФЦ готово принимать жителей Владивостока по самым разным вопросам с документами. Вместе с увеличением числа отделения МФЦ растет и количество обращающихся заявителей. На момент открытия первого центра посещаемость составляла 600 человек в неделю. Сейчас многофункциональные центры еженедельно принимают свыше 5000 граждан. Обратилось больше 100 тысяч человек. То есть это каждый шестой житель уже обратился за услугой. Количество услуг оказываемых у нас уже больше 90. Мы их расширяем, переводим. Задача полностью все государственные и муниципальные услуги, чтобы граждане могли получить здесь. Наибольшей популярностью на данный момент пользуются услуги Росреестра. А в отделении МФЦ можно оформить от свидетельства о рождении ребенка и постановки его на очередь в детский сад, до получения разрешения на строительство или, к примеру, оформления документов на перепланировку. Не так давно у нас появилась услуга по регистрации по месту жительства для детей до 14 лет, а также по месту пребывания. Буквально это недели две-три назад это услуги Федеральной налоговой службы по предоставлению информации о налогах и различной статистике, касающейся лично каждого заявителя. Также добавление услуги, пользующейся популярностью, штрафы ГИБДД. Одна из главных задач – оперативность и комфортность предоставления государственных и муниципальных услуг. Для того, чтобы не создавались очереди в популярном отделении на столетие, горожан могут отвезти в соседний МФЦ на Давыдова. Для этого работает специальный автобусный маршрут номер 20. Реализация этой программы находится под постоянным контролем главы города Владивостока Игоря Сергеевича Пушкарева. И, наверное, во многом благодаря этому мы вот как раз и находим какие-то управленческие решения для того, чтобы жители города Владивостока имели доступность и получали услуги в комфортных условиях и удобных для себя. Новый центр на Пратизанском проспекте предположительно будет принимать большой поток горожан. Это отделение удобно тем, что находится вблизи остановок общественного транспорта. Кроме того, в ближайшее время планируют построить наземный переход с лифтом для маломобильных людей. Это отделение, в нем располагается 14 окон, то есть от 65 работающих окон многофункционального центра, добавляющих 14, и получается 79 окон, где можно принимать заявителей для предоставления услуг, те, которые людям нужны. Это не последнее открытое отделение МФЦ во Владивостоке. В планах администрации города к концу года открыть еще один многофункциональный центр на 26 окон по адресу Невельского, 13. МФЦ станут еще доступнее для жителей всех районов Краевого центра. Александра Нитая, Александр Бортовщук, Новости на Восьмом.